Добрый день, глубоковажаемые коллеги, всех, кто нас слышит, видит и те, кто нас услышит более позднее. Сегодняшний мастер-класс будет посвящен современным рекомендациям диагностики и лечения больных лимфомами Ходжкина и неходженскими лимфомами. Хотелось бы отметить, что данная информация размещена на сайте онкогематологов России, и мы будем очень рады, что те, кто нас не смог увидеть в настоящий момент, смогут получить всю необходимую информацию чуть позже. Проблема лечения и диагностики больных лимфопролиферативными заболеваниями, лимфомами Ходжкина, неходженскими лимфомами, научно-исследовательский институт имени Николая Николаевича Петрова занимается более 50 лет. Отделение химиотерапии было создано Михаиловичем Гершиновичем в 1965 году. Занималось проблемами химиотерапии различных солидных опухолей, в том числе особое внимание уделялось лечению больным лимфопролиферативными заболеваниями. Сейчас отделение онкологии, гематологии, трансплантации костного мозга возглавляет Илья Сергеевич Зюзгин. И мы очень надеемся, что все современные тенденции, все новые веяния в лечении высокоаккурабельных заболеваний отражены в работе нашего отделения, и мы на более интересных аспектах сегодня постараемся остановиться. И слово предоставляется Анне Сергеевне Артемьевой, заведующей патолого-анатомическим отделением спрозектуры НИИ Петрова. И сообщение будет посвящено стратегии и технологии диагностики лимфом в средостении. Пожалуйста, Анна Сергеевна. Добрый день. Я остановлюсь на морфологических аспектах этой широкой группы заболеваний. И с точки зрения морфологии можно лимфомы классифицировать по-разному. Мы выделяем две большие группы. Одна группа – это лимфома Ходжкина, которая не является однородной и включает в себя классическую лимфому Ходжкина, как всем известно, которая также делится на четыре варианта на сегодняшний день. Это вариант с надулярным склерозом, смешанно-клеточный вариант, вариант с лимфоидным истощением и лимфоидным преобладанием. Но есть еще так называемая неклассическая лимфома Ходжкина или надулярный тип лимфоидного преобладания лимфомы Ходжкина. Эта группа по своим морфологическим проявлениям и, более того, по своим молекулярно-генетическим параметрам, ближе к неходжкинским лимфомам, которые, в свою очередь, составляют очень большую группу. В целом их можно разделить на B-клеточные и T-клеточные по происхождению. Только B-клеточных лимфом около 37 нозологических единиц насчитывается в современной возрастской классификации 2008 года издания. Их же, в свою очередь, также можно делить по-разному. На основании клинических параметров их можно делить на агрессивные и индолентные. На основании же чисто морфологических мы их можем, условно, разделить на крупноклеточные лимфомы, которые не ограничиваются только диффузной крупноклеточной лимфомой, которая хоть и составляет большую часть лимфом. В целом это около 12 нозологических единиц крупноклеточных B-клеточных лимфом. И есть так называемые мелкоклеточные лимфомы. Это не классификационный термин. То есть этот термин отражает исключительно размер опухолевых клеток. Это, как правило, индолентные лимфомы, более зрелые лимфомы. Они состоят из мелких клеток и имеют свои особенности. Т-клеточных лимфом мы сегодня не будем практически касаться. Их тоже немало. 23 нозологические единицы. И в последней возрастской классификации выделена группа неклассифицируемых лимфом. Они находятся в рубрике B-клеточных лимфом. И на сегодняшний день есть две провизорные нозологические единицы. Это B-клеточная лимфома, неклассифицируемая с чертами промежуточными между диффузной крупноклеточной B-клеточной лимфомой и лимфомой Ходжкина. То есть это лимфома, которая занимает промежуточное положение между этими двумя большими группами. И лимфома с чертами промежуточными между диффузной крупноклеточной лимфомой и лимфомой Бёркета. Эти лимфомы серой зоны, особенно первая из них, чаще всего встречаются именно в средостении И представляют собой существенные сложности для диагностики и для терапии Каковы же морфологические критерии, которые мы используем для различения одной опухоли от другой И в том числе одной лимфомы от другой Это две большие группы признаков Это гистоархитектоника За этим мудреным словом скрывается оценка таких параметров, как паренхема Паренхема имеется в виду непосредственно опухолевые клетки То есть это те клетки, которые являются клоном опухолевым И они могут формировать какие-то структуры, как, скажем, бывает при эпителиальных опухолях Или не формировать их Это строма, взаимоотношения паренхемы и стромы Выраженность стромы, ее характер И микроокружение, которое при лимфомах имеет очень большое значение На этом я остановлюсь несколько позже Вот для примера это микрофотография аденокарциномы предстательной железы Здесь вы можете видеть, что эпителиальные клетки, которые составляют паренхему этой опухоли Формируют структуры, трубочки, какие-то криброзные или решетчатые структуры Расположенные в строме В фиброзной, окрашивающейся розовым цветом, строме Есть определенное количество стромы, определенное количество паренхемы Определенные структуры С лимфомами все гораздо сложнее Как правило, они имеют невыраженную строму или вообще не имеют стромы Здесь классическая лимфома Ходжкина, конечно, стоит особняком Потому что это одна из немногих лимфом, в которой есть строма И строма может иметь решающее значение для диагностики Потому что она позволяет нам увидеть структуру образования В лимфоме Ходжкина за счет именно стромального компонента Формируются надулярные структуры, если мы говорим о надулярном склерозе То есть мы можем увидеть узелки такие Мы, опять же, оцениваем взаимоотношения паренхематозного стромального компонента И те структуры, которые формируются Следующим же этапом мы оцениваем цитологические параметры Или клеточные параметры Это размер клеток, в первую очередь То есть это один из критериев классификации лимфом Их размер Опять же, лимфома Ходжкина здесь стоит особняком Потому что это одна из, пожалуй, единственных лимфом Которая имеет специфические цитологические признаки Это крупные и гигантские клетки Ядро которых в 3, в 4, в 5 раз больше ядра малого лимфоцита Который является мерилом для нас в данной ситуации С широкой цитоплазмой Ядра светлые содержат крупное центральное зенофильное ядрышко Размер которого сопоставим с размером малого лимфоцита Это классическая клетка Ходжкина Но бывают варианты Это, собственно, затрудняет в ряде случаев диагностику Что же касается микроокружения Опять же, лимфома Ходжкина в этом случае Является таким эталоном или показателем Потому что микроокружение или фоновый инфильтрат Может в этой лимфоме преобладать значительно над опухолевыми клетками Над самими Может формировать большую часть клеток И он же позволяет нам диагностировать эту лимфому Потому что он имеет характерный состав В основном это малые лимфоциты И очень часто это эзенофилы Эзенофильные лимфоциты наводят нас на мысль о том Что это может быть лимфома Ходжкина в фоновом инфильтрате И также для других Лимфом – это крупные клетки Ходжкина Которые в данном случае – это их лакунарный вариант Это артифициальная вакуализация цитоплазмы Которая формирует такое ощущение полости вокруг опухолевой клетки Это артефакт, но он очень характерен для лимфомы Ходжкина Что же касается неходжкинских лимфом То они имеют характерную черту для себя Это отсутствие структуры образования То есть глобально лимфомы характеризуются инфильтративным ростом Без формирования каких-либо структур То, что вы видите здесь, это предсуществующие железы желудка Это диффузная крупноклеточная и боклеточная лимфома желудка Вы видите, клетки довольно монотонные Они крупные Потому что по классификации крупные считается клетка Которая в три раза и больше превышает размер ядра малого лимфоцита Но они не имеют таких выраженных цитологических характеристик Которые мы наблюдаем при лимфоме Ходжкина Однако отсутствие структуры образования не является абсолютом Потому что более зрелые или мелкоклеточные лимфомы, не Ходжкинские, могут формировать структуры Но в данной ситуации структуры не являются патагномоничными Они не являются специфичными Вот вы видите две микрофотографии Это лимфома маргинальной зоны надальная А это фолликулярная лимфома Картина очень похожа Различить их можно по нюансам Только Для того, чтобы эти нюансы оценить, нам нужен материал Объем материала И тут мы сталкиваемся с тем, как этот материал получить Получить мы материал можем гистологически, морфологически разными способами Давайте рассмотрим их преимущества и недостатки Тонкоигольная пункционная биопсия Очень простой, легкий, малотравматичный способ Который легко реализуем Даже если образование находится в трудных локализациях В средостении или забрюшина Но при этом мы можем получить только малое количество материала И это существенно ограничивает наши возможности Как в оценке гистологических изменений То есть тканевых изменений Мы на этом материале можем оценить только цитологические параметры И мы очень ограничены в использовании дополнительных методов исследования В данной ситуации, собственно, мы можем использовать проточную цитофлюориметрию Но этот метод тоже не всегда нам помогает Что же касается трепанобиопсии или толстоигольной биопсии Это тоже довольно простой и довольно малотравматичный метод Который может быть использован как при поверхностном расположении лимфоузлов Так и в глубоком расположении Но мы опять же получаем ограниченное количество материала Которое не всегда позволяет нам оценить тканевые изменения Взаимоотношения паранхематозных и стромальных элементов Это может быть критично В зависимости от того, что попадает в биоптат И этот материал всегда деформирован, к сожалению И опять же наши возможности ограничены В использовании дополнительных методов объема материала Вот это пример трепанобиоптата Образование средостения Вы видите фиброзная строма у опухоли Клетки сжаты Раздавлены Они приобретают такой веретиновидный вид При этом, если мы посмотрим на морфологические изменения То здесь много гистиоцитов Есть единичные укрупненные клетки Нет клеток с морфологией, характерной для лимфомы Ходжкина Но есть инфильтрат, который позволяет нам заподозрить ее Есть лимфоциты, эзенофилы, многие гистиоциты И здесь нам помогает, конечно, иммуногистохимическое исследование Мы можем сделать маркеры, которые позволяют нам этот диагноз поставить Однако это тоже ситуация, которая не в 100% случаев Приводит к заключению достоверному Потому что любой моногистохимический маркер Как любой дополнительный метод Имеет свои ограничения Такси-Д30, это маркер не специфичный для клеток Ходжкина или Штернберг Этот маркер окрашивает также активированные белимфоциты Скажем, при воспалительных каких-то процессах И СД-15 тоже не является специфическим маркером Более того, при лимфоме Ходжкина он позитивен только в 70-90% случаев И окрашивает лейкоциты, сегментоядерные лейкоциты, эзенофильные лейкоциты Если большое количество фоновых клеток и единичные диагностические клетки То под трепанобиоптату поставить достоверный диагноз бывает проблематично Конечно, инцизионная биопсия позволяет нам получить больше объем материала У нас больше возможностей для оценки паренхемы, стромы, гистологической архитектоники У нас больше материал для того, чтобы использовать широкий набор дополнительных методов Но этот метод технический, для пациента сложнее Гораздо более травматичен И при этом мы все равно сталкиваемся с деформацией материала И объем материала тоже, к сожалению, бывает разный в силу объективных причин И тот метод, который позволяет нам получить оптимальный материал для диагностики Это эксцезионная биопсия То есть это удаление целиком измененного лимфатического узла Этот метод оптимален при поверхностной локализации лимфоузлов При их доступной локализации Если же узлы поражены забрюшинные или средостенные То этот метод очень травматичен для пациента Более того, если мы имеем объемное образование в средостении Большое не узел, а именно объемное образование, скажем, поражен тимус То эксцезия этого образования не является, безусловно, оптимальной процедурой диагностической То есть мы должны соотносить всегда пользу И то, какой объем материала нам необходим для диагностики С тем, насколько это будет травматично для пациента Но этот метод, безусловно, позволяет нам получить материал сохранный Позволяет нам оценить все структуры измененного лимфоузла Локализацию изменений в разных участках узла Поражение разных его отделов Взаимоотношения между различными компонентами Но, безусловно, фиксация имеет очень большое значение Для получения оптимального, адекватного заключения Материал должен быть непосредственно после изъятия Фиксирован в забуференном 10% нейтральном формолине Но вернемся к образованиям средостения Чаще всего там, конечно, возникает классическая лимфома Ходжкина Но эта зона может поражаться и не-ходжкинскими лимфомами В том числе есть лимфома специфичная для средостений Это первичная медиастинальная б-клеточная лимфома И здесь же возникают лимфомы серой зоны Которые имеют промежуточные характеристики Это обословлено тем, что этот ряд заболеваний Имеют общие патогенетические механизмы развития Эти механизмы определяют в том числе И близость клинических частей случаев проявлений И близость морфологических проявлений И даже иммунофенотип у этих заболеваний Может быть в ряде случаев схож То есть дифференциальная диагностика в этом ряду очень непроста Поэтому она должна быть этапной И при этом мы используем определенные алгоритмы Безусловно, они базируются изначально на оценке морфологических изменений Мы должны, мы всегда начинаем с этого И как показывает практика, несмотря на широкие возможности Использования дополнительных методов, которые сейчас у нас есть Эти методы остаются дополнительными И мы все равно должны возвращаться к морфологии Так как изменения, возникающие на этом уровне Отражают биологию опухоля То есть изначально диагностический алгоритм строится И начинается с того, что мы оцениваем гистологическую картину Которая позволяет нам сформулировать дифференциально-диагностическую группу Или дифференциально-диагностический ряд В ряду в этом Мы, собственно, и будем гипотезу подтверждать Либо исключать с использованием дополнительного метода Существуют стандартные панели, которые при тех или иных случаях Используются как инициальная панель В последующем, в зависимости от полученных результатов Мы какие-то маркеры добавляем Что позволяет нам путем оценки результатов Прийти к диагнозу То же самое касается, если мы идем в дифференциально-диагностическом ряду Казалось бы, лимфом далеких друг от друга Это Ходжкинские лимфомы и первичная медиастинальная баклеточная лимфома Для средостения Здесь очень важна оценка морфологических изменений И этапное использование дополнительных методов Что же касается медиастинальных лимфом серой зоны Эпидемиологические параметры этих опухолей неизвестны Они описаны не так давно Меньше 10 лет назад она была выделена, эта лимфома В отдельную группу И диагностика ее основывается на сегодняшний день Исключительно на морфологических данных И на выявлении несоответствия морфологии и иммунофенотипа Кроме того, эта опухоль в третий случай Примерно имеет композитное строение То есть одна часть опухолевого узла имеет морфологические изменения, характерные для лимфомы Ходжкина А другая часть опухолевого узла имеет изменения, характерные для не-Ходжкинской лимфомы Чаще всего для первичной медиастинальной баклеточной лимфомы То есть это то, что должно определять тактику выполнения биопсии в случае подозрения на именно этот вариант лимфомы Потому что мы должны исследовать либо большой объем материала Либо разные участки опухолевого узла Как я уже сказала, рекомендовать в такой ситуации эксцезионную биопсию Не вполне рационально В такой ситуации, конечно, может быть использовано множественные трепан-биопсии Из разных участков опухоли Это позволит достичь более адекватного заключения Собственно, это все, что я хотела сказать И напоследок я хочу вам показать вот эту фотографию Как вы думаете, что это? Это лимфома? К сожалению, это низкодифференцированная аденокарцинома желудка Довольно похожа, не правда ли? Это к тому, я вам хочу показать, что, к сожалению, все не так просто, как нам хотелось бы И в ряде случаев мы не можем поставить диагноз легко и просто Для этого нам нужно время Для этого нам нужны данные Для этого мы должны оценить все доступные для анализа параметры Клинические, морфологические Оценить результаты дополнительных методов исследования Только такой комплексный подход позволяет нам Поставить достоверный, надежный и максимально точный диагноз В первую очередь для лимфом, где достоверность Все точность диагноза является определяющим фактором для выбора терапии Спасибо за внимание Спасибо большое, Анна Сергеевна Вы, как всегда, блестяще расставили акценты И обратили наше внимание на крайне важные моменты Но вот к вам вопрос, как к патологу Для опухоли средостения Крайне важно Своевременное получение Заключения патолога Для выбора тактики, выбора лечения Сколько времени вам требуется Для постановки диагноза Нехочинской лимфомы Лимфомы Ходжкина С того момента, как к вам в руки поступает материал Сроки исследования определяются в первую очередь Собственно, размером фрагмента Мелкие фрагменты легче провести Быстрее сделать гистологические препараты Но в целом технологический процесс занимает 2-3 дня То есть 2-3 дня до стекла, так называемого То есть до гемотоксилина и азина Дальше все Сроки, собственно, определяются тем, что мы видим в препаратах Если наша гипотеза подтверждается сразу То еще 1-2 дня на иммуногистохимическое исследование Один этап позволяет нам подтвердить гипотезу Поставить диагноз Если же выявляются несоответствия Или выявляются какие-то данные Требующие исключения Или подтверждения медиастинальной лимфомы серой зоны То нам нужен, как правило, еще 1-2 этапа Еще 2-3 дня То есть в целом 7-10 дней Мы можем дать заключение А с какими сложностями вы сталкиваетесь? Особенно, если Обратиться к хирургам Каковы ваши пожелания Для грамотного, своевременной Постановки диагноза? Пожелания мои очень небольшие Они сводятся к тому, что при наличии периферических измененных лимфатических узлов Мы, конечно, предпочитаем иметь дело с эксцезионными биопсиями То есть с удалением лимфатического узла целиком При забрюшиных и средостенных локализациях изменений То это либо множественные Трипан биопсии То есть чем больше кор, чем больше столбик, тем лучше Либо это инцизионная биопсия, то есть ножевая биопсия в том или ином виде И, конечно, в данной ситуации Наше заключение, степень его достоверности и точности Она практически находится в прямой зависимости от объема полученного материала То есть если уж хирург идет на инвазивную процедуру То мы бы просили их брать как можно больше Продолжение следует...